Исакогорская библиотека номер 14 предлагает вашему вниманию книжный обзор «Великие династии России. Романовы. Издательство Мир Книги». Великолепная серия «Великие династии России. Романовы» издана в 12 домах и посвящена самым ярким представителям династии Романовых – от Алексея Михайловича до Николая II. Эти книги будут интересны любителям истории и тем, кто влекается жизнеописаниями великих людей. В основу этих ярких, захватывающих книг легли исторические документы, свидетельства и воспоминания участников событий. Авторы – известные русские историки, ученые, публицисты патриотического направления. Книгу «Царь Алексей Михайлович. Отец Петра Великого» называют крупнейшим историческим произведением известного историка и общественного деятеля Иловайского Дмитрия Ивановича. Царь Алексей Михайлович представлен правителем, который весь период своего царствования жил общей жизнью, общими чувствами и помыслами со своим народом. Эти годы ознаменовались укреплением московского государства. Польский писатель, историк-социолог Казимир Полишевский оказался одним из первых, кто решился нарушить запреты и рассказать о личной жизни русских монархов и их дворов, опираясь на исторические документы. В книге «Петр Великий» с большим мастерством описаны жизнь и деяния одного из величайших русских правителей. Казимир Полишевский также является автором произведений об Елизавете Петровне, дочь Петра Великого, и Екатерине Второй, роман «Императрица». Елизавета Петровна вошла на престол в результате дворцового переворота. Обладая беспечным нравом и невысоким воспитанием, она все же сумела много сделать для укрепления российского государства, расцвета национального чувства. В произведении «Роман императрицы» описаны важнейшие политические и культурные события времени правления Екатерины Второй. Екатерина Вторая вошла на престол 15-летней девочкой, а вошла в историю как императрица, за которой по праву закрепился титул Великой. Петр Второй, внук Петра Первого, сын царевича Алексея Петровича и немецкой принцессы, является последним представителем рода Романовых по прямой мужской линии. Вступив на престол в возрасте 11 лет, он умирает в 14 лет от оспы. Анна Иоанновна, племянница Петра Первого, по словам автора, не оставила о себе доброй памяти у русского народа, а десятилетнее царство не вошло в историю мрачными страницами под названием Бероновщина. Жизнь Иоанна Шестого Антоновича, внучатого племянника императрицы Анны Иоанновны, Это череда трагедий, ссылка в Ригу, а затем в Холмогоры и Шлиссербургская крепость, где он содержится в строжайшей секретности. Автор книги Модест Андреевич Корф, русский государственный деятель, историк и библиограф, один из первых выпускников Царскосельского лицея, доверенное лицо императора Николая Первого. Книга «Император Павел I» считается лучшей работой Николая Карловича Шильдера, известного русского историка, автора биографических произведений о российских императорах. Павел I – одна из самых противоречивых личностей царской фамилии, автор на основе глубокого изучения документальных материалов прослеживает жизнь императора от рождения и до смерти. Михаил Полиэктов – автор биографии и обзора царствования императора Николая Первого, одного из наиболее одиозных личностей династии Романовых. Придя к власти, он с первых же дней установил жестокий режим в государстве, подавил восстание декабристов, усилил военно-бюрократический аппарат, что в конечном итоге привело к изоляции России, Крымской войне. Личность Александра Первого, императора-победителя Наполеона, раскрывается через труды великого князя Николая Михайловича, военного деятеля и историка, внука императора Николая Первого и известного русского историка Ключевского Василия Осиповича. Александр Третий – один из самых колоритных личностей дома Романовых. Он был олицетворением истинно-русского царя-самодержца. Высокий, ладный, обладающий огромной физической силой, император выглядел как древнерусский богатырь. Будучи убежденным сторонником единовластия, он не разделял либеральных взглядов своего отца Александра Второго. Завершает серию том, посвященный последнему императору Николаю Второму. Автор – Александр Александрович Масолов, генерал-лейтенант либгвардии конного полка, принадлежал к ближайшему окружению императора. Находясь в эмиграции, написал свои мемуары о последнем русском самодержце, годы правления которого – это бурное развитие экономики и самый динамичный рост населения страны. В то же время – кровопролитная война с Германией, и череда революционных потрясений. На фоне этих событий Масолов ярко и живо описывает характер Николая Второго, императрицы и их детей. Читайте серию «Великие династии России» Романовы и узнавайте больше фактов о жизни императорской семьи.